Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня Греша. Мы озвучим занятия, какие были в Потеряевке с 91-го года. Пошел. Смех. Как нам нужно относиться к шутке, к веселому настроению. Казалось бы, такое обычное дело, но как раз, как по-разному себя люди ведут. У одного рот не закрывается, рот до ушей, хоть завязочки пришей, а другой на всю жизнь накмурился. Лица у таких, как старые кофейники, видать только один нос, опущенный книзу. Как правильно? Хохотать ли? Ибо за хмурость не дали никому не дали. А героем социалистического труда сделали Аркадия Райкина, смехотворца на всю страну. За его несерьезные отношения к жизни. Как его уважать? А может быть он серьезно и относился, и потому так высмеивал. Как Тарапунька и Штепсель в свое время, или Жванецкий нынешний. Если человек никогда не засмеется, и это уже входит в пословицу. А другой смеется ни к месту, ни к месту. Откинется на спину, за сердце руками держится. Такому палец покажи, он два дня будет рот скобкой вверх держать. Как же христианину поступать, чтобы и себя не погубить, и звание свое соблюсти, и Бога не прогневить? Сказать, что смех не нужен совсем, нельзя. То для чего тогда эти мышцы до рта? Для чего существует улыбка уже и у младенца? Узнал он маму свою, и мы все этому радуемся. И когда описывают смерть святого, то пишут, что улыбка застыла на его лице. И когда смотрим Каму Гридеши, то Нерон дивился, что у мертвых улыбки на лице. Так точно и о гневе рассуждали уже. Гнев от Бога может быть. Или сами культивируем это, познакомившись с яростным духом зла. Иоанн Златоуст говорит, что человек, который не разбирается в этих вещах, мертв. И гнев, и улыбка даны от Бога. И как этим воспользоваться? И поясняет, что детородный член дан для размножения, хотя и называется срамным. Но он наиболее всего и нужен, наиболее важен в нашем теле. И неблагообразные наши более благовидно покрываются. А благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Второзаконие. Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного из них пойдет, подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и протянув руку свою, схватит его за срамный ут. Руку отрубите. Ни за один орган нет такого наказания. Даже за бороду легче наказание. Но как ты этим органом воспользуешься? И куда он тебе путь укажет? Слово смех насмеяться встречается в Библии сорок раз. Слово хохот вообще отсутствует. Может нам надо остановиться на том, что мы пришли вдоль печали и плачем на эту землю, и со всяким смехом покончить раз и навсегда? Если земля вся до центра пропитана кровью, слезами и потом, то стоит ли искать увеселение здесь? Может быть, в самом деле нам стоит только плакать и рыдать? А бедствия были и будут. Вот как эти слова встречаются в Библии. Слово плакать 365 раз, как будто на каждый день свой плащ. Рыдание 70 раз, слезы 55 раз, стон 29 раз, смех смеяться 81 раз. Тут и насмешка, улыбка 6 раз. Хохот отсутствует. Когда на Иева праведного и многострадального обрушились все муки, какие он и предположить не мог, он все еще вспоминает о днях веселья своего и чает их, Иев. Он еще наполнит смехом уста твои, губы твои радостным восклицанием. Я впервые увидел эти слова, написанные на граните, на Новодевичьем кладбище, как и Петафию на памятнике Гоголя. Он умер в глубокой печали, а при жизни много смеялся. И как умно нашли эти слова те, кто хоронили его. Будет время, когда этот Николай Васильевич снова смеется, громкий смехом и восплещет руками. Иногда человек смеется, а на сердце у него тяжело, притча. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Только глубокий психолог может определить, действительно ли человек смеется, или это артист, и так показывает себя перед народом. Смех бывает иногда при юморе. Нужно ли это в нашей многоскорбной жизни? Тем более, сегодня была литургия, была молитва в слезах и печали. Может ли быть у христианина ирония? В Слове Божьем нет никакой двусмысленности и раздвоенности. Бог говорит нам самые серьезные вещи и смеется, посмеивается, насмехается. Нигде не написано, каким был Христос от дня рождения до 12 лет, и с этого времени до 30. Сколько раз он падал, и смеялся ли, наказывали ли его родители, делали ему замечания какие, как он плакал от чего-то. И Иисус прослезился. Он был именно человек, на земле и Бог. Он печалился о людях, он жаждал и уставал от Марка. И воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою, он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Если он с гневом воззрел и сгонял из храма бичом, то значит и мы можем это сделать, ибо он показал во всем нам пример, пера Петра. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Человек, который не гневается, это просто тряпка. Гнев надан на то, чтобы направить его вовнутрь себя. Это и есть самооблечение, самоукорение, ведущее к покаянию. Гнев против ереси. Не думаю, что Никола Чудотворец по щекеаре погладил. Он брязнул его по зубам. И в Новом Завете мы про такую ревность читаем неоднократно. Нестор убил Лия Богатыря по благословению Дмитрия Солунского. Погиб Голиаф от рук уже христианина-юноши. Премудрый Соломон, испытав все хорошее и плохое, при том, не как волна накатит. И что жизнь даст, брал, но умышленно ставил перед собой задачу все испытать и исследовать все, что людям более всего нравится. То и начал делать. Выпить, погулять, заняться стройками и прочее. Но усладая через женщин, не принесла счастья. Но, эквизиаст. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Ксерах. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Эквизиаст. Чего еще искала душа моя, и я не нашел. Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Все испытал, эквизиаст. О смехе сказал я. Глупость, а веселье. Что оно делает? От эквизиаста. Светывание лучше смеха. Потому что при печали лица, сердце делается лучше. Эквизиаст. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Хлопает в ладоши. Как похожи эти звуки на треск хвороста. Серахов. Как часто. И сколь многие будут насмехаться над ним. Серахов. Глупые смехи возвышают голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется. Возвышает, то есть ха-ха-ха-ха. Серахов. Беседа глупых отвратительна, и смех их взабавил грехом. То есть анекдоты всякие творят. Мы не говорим, что смех всегда глупость. И глупость всегда смех. Но Соломон нашел закон, эквизиаст. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Это он нашел для себя. А не совет для нас. Это не Бог говорит, а жизненная креда Соломона. Но о мудрости не написано, что она есть глупость. Лучше всего время проводить... Лучше всего время проводить хочешь, ходи по больным. Где покойники, где кладбище, судебные заседания, казни, ты заботишься о душе. Яков. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш добротится в плащ и радость печаль. Так же сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Растолковая это место, Иоанн Златоуст говорит, что смехотворство ведет к убийству. Задел человека, а человек обидчивый, неверующий. Он воспринял это как кровную обиду. А ты даже этого и не заметил, и не узнал. Думая, что ничего и не было, но он в ответ. А ты доказываешь еще большее про него, и обида, и гнев в нем уже закрепляются. Он понял, что у тебя там было, не случайное, и он уже тянется за ножом. Каждый взрыв смеха оканчивается потом взрывным, взрывом слезным. Когда-то в Колизее на стол узников Христовых Рим разражался смехом. На разрушение этой гордыни пришло и вопль радости, раздался под небесами. Нигде не написано, что смеялся ли Христос, но я не думаю, что он никогда не улыбался. Иов. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помращали. Даниил. Даниил, улыбнувшись, сказал, не обманывайся, царь, ибо он внутри глина, а снаружи медь, и никогда не ел и не пил. Сирахов. Глупые смехи возвышают голос свой, а муж благоразумный, едва тихо улыбнется. Христос был благоразумный, и как же ему было и не улыбнуться на луне природы, на все смотря, что окружало его. Он бы только плакал. Он бы только плакал. Если бы все написать, как жили святые до самой смерти, то там были и веселые минуты, и смех, и улыбки. У нас были вообще не такие, кто громко гоготал, раскатисто хохотал. Это не положено христианину. Иоанн Златоуст говорит, ты не боишься, что в смехе так широко раскрываешь рот, что в тебя уже тут же заскочит сатана. Вокруг бесы летают, пера Петра. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Представьте мысли тех людей, которые были сбрасываемы в львиный ров, где никуда нельзя спрятаться, когда он видит вокруг себя черепа и ребра человеческие, и к нему реча идет лев. Если бы открылись наши духовные очи, то мы увидели бы картину более страшную, что лютые враги, страшные и безобразные, строят нам козни на каждом шагу, и ангел отклоняет эти стрелы своими крыльями. Псалом 90. Перьями своими оцени тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его. Я сейчас сказал крыльями, а человек только думает, откуда он взял, что крылья, а раз место писали, он даже не задает. Я хотел спросить, а ты уже отвечаешь. Вокруг нас гудит та нечисть, слева и справа, и за ушами, и за спиной, и перед глазами их легионы, и строят наваждения, и воспоминания о грехах любимых и сладких. И не когда-то, а на молитве более всего. И люди, не верующие, это их слуги, и это твои бывшие друзья. И они служат чреву и дьяволу своему хозяину. Но так интересно и весело им Новый год встречать. И ты, чадо Божие, овечка Божия, творение Божие, идешь туда, Серахов? Беседа глупых отвратительна, и смех их в забаве грехом. Как хохочут, и как проигрывают сокровища свои, и насмехаются над невинностью. Им ничего не нужно, но злодейство в руках их дымится день и ночь. Проигрывают, режут людей ни за что, а просто так. Когда рушили храмы, падали колокола, но какие вопли на смешек неслись к небесам. Но для всех Бог приготовил уже 37-й год и 41-й. Какими слезами будут отмывать свои поступки, и придут или еще к осознанию этого, и к покаянию. Пришел день, и на них сгустилась тьма, и пошли в подвалы Лубянки. У некоторых народов люди погибают, и так запросто, ни за что. И задают вопрос, за что? А ты не знаешь, что у них уже вся эта программа подстроена? Ты приехал в Алжир, а там свои экстремисты, и спрашивают, скажи, ты верующий, если ты христианин, то и не видишь в этом никакого подвоха. Да, верю. А как ты считаешь, Магомед это добрый человек или нет? Ты еще не знаешь, что за этим уже маячит смерть, и начинаешь думать, что ответит. Может, ты добрый. А был ли он посланником Божьим или нет? Сколько же было апостолов у Бога? Двенадцать. А где же Магомед? За этим еще одно слово, и ты кинжал уже получил. И тебя через посольство будут вывозить за большие деньги оттуда в гробу. За что? Вот недавно советские туристы там таки погибли. А эти сорванцы, как наши их называют, они уже дома распивают прохладительные напитки и благодаря Талаха, что неверных так легко убивать, как чесоточных овец. Четверых сразу и зарезали. Если ты туда поехал сегодня, то ты поехал за смертным приговором в руках. И едешь, широко рот развиваешь, что все так удачно, и визу открыли, и паспорт заграничный тебе дали легко, на кладбище. Не смеяться б неприлично, а смехотворствовать, травить смешные анекдоты, чтобы расслабить натуру человеческую. Задача смешить людей. Хохму творить, быть душой общества, писать эпиграммы, как крылеев, третьей ездры. О расслабленном и немощном попекись. Над хромым не смейся, безрукого защити, и слепого приведи к видению света моего. Этому учить надо, чтобы за глаза не насмехались и не перемигивались в шутники. Этого хватает везде ныне, Сирахов. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним и после не скрежетать зубами своими. А у тебя в доме этот человек, который смеется над святостью, над церковью, над уставом общины, над уставом лагеря, строгости воспитывая детей, чтобы потом они тебя уважали и почитали и не насмехались над твоими сединами. Сирахов. Есть у тебя дочери, имей попечение о теле их и не показывай им веселого лица твоего. Как только жена сообщила, что дочь появилась в семье, так и потеряй прежние фотокарточки, где ты с раскрытым смехи ртом. Христианину не запрещено весело проводить время, когда радость его не в смехе, а в радости внутренней, когда все в Боге, Сирахов. Признак сердца в счастье, лицо веселое, а изобретение притчи соединено с напряженным размышлением. Когда муж и жена живут согласии, то радость подопродляет годы жизни с доброй женой. Сирахов. С нею богатого и бедного сердце довольное и лицо во всякое время веселое. Красота жены веселит лицо и всего вожделения для мужа. Если же пробиваешь себе дорогу к небу, то делай это доброохотно и с настроением, Матфея. А ты, когда опустишься, помашь голову твою и умой лицо твое. Сирахов. При всяком даре имелицу веселое и в радости посвящать десятину. У Сары не было детей и в старости ее. Ей было обещано, что ребенок у нее все же родится и она снова будет кормить его своей грудью. Она со смехом восприняла такое предсказание ангелов. И когда отчада родилась, то она и назвала его смех, то есть Исаак, бытие. И сказала Сара, смех сделал мне Бог. Кто не услышит о мне, рассмеется. Из сухого рва произросло такое могучее дерево, от которого теперь миллионы людей. Но тогда его брат донимал его насмешками, закрепляя его имя. И увидела Сара, что сын Агарии египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком. Есть люди, маниакально обидчивые, и даже чуть только им показалось, что кто-то усмехнулся, глядя на него, то наутро этого человека находили уже мертвым. К смеху же мы должны относиться легко или безразлично. Быть превыше этого. Молодой человек, поступивший в ученики, подвижнику, спросил, как же ему теперь реагировать на насмешки и похвалы от людей. Тот послал его на кладбище и сказал, ругай того, кто по земле лежит, как хочешь. Тот молчит, теперь хвали. Что только можешь, предскажи ему. Ну и тогда покойничек скромно молчал, вот так и ты веди себя, умри для похвал или и поношений. Добро и зло приемли равнодушно и не оспаривая глупца. Где-то и за что-то человек может и не рассчитаться, но если кто-то решил поиметь удовольствие от общения с женщиной, то расчет должен быть немедленно произведен. И какой позор, если он не отдаст плату за эту ее работу и платит большие деньги. Ты взял так много и так мало дал, и даже те, кто в родословные креста, такого же мнения были. У Иуды умерла жена, и он жил один, но тут на пути встретилась женщина-путана. И он спутался, вошел к ней, а расчет прислал чуть попозже, но ее уже не нашли бытия. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот, я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Боялись смеха не за то, что он впал сам в грех, а что за грех не рассчитался. Боялся, чтобы над ним не стали смеяться, что он какую-то великую ценность присвоил и не рассчитался. А вот теперь мнение о нем у людей, как о порядочном человеке, о состоятельном, которому такие удовольствия вполне по карману. Когда мы только начали восстанавливать потеряевку, то сколько было насмешек, что ничего тут не получится, и нас на год не хватит. И что тут за фермера? не имея услышав это, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уже не думаете ли вы возмутиться против царя? Ну вот, мы никудышные фермера, а живы. А там сколько уже сгорело от пьянки, сколько задавилось, сколько посадили за неблагогодные дела. Им гасит государство долги и списывает миллионы, а здесь ни рубля, ни разум. Да разве же это по совести? Разве это на равных? Пруды за свой счет, школу за свой счет, разве они дом культуры за свой счет строят? А мы храм и все к нему за свой счет строили, йог. А ныне смеются надо мной младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы посмешить, поместить в сами стад моих. На улице горит свет, и это мы за свой счет, и столбы сколько? Все с проводами стоит. Доставали и сами же своим трудом делали это. Где же так делается еще? Но над теми людьми никто не смеется, а над нами они смеются и поносят нас. А они живут и беднее, и хуже нас, и скверно у них больше. Иов. Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им. Псалом. 13-й. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его? Увидят праведники, праведники и боятся, посмеются над ним. Притчи глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение. Иногда идешь по улице и малые дети кричат на тебя, обзывают. И такая обида поступает в Четвертое Царствие. Пошел он оттуда в Ефиль. Когда он шел дорогой, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господнем. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка. На самом деле он и был плешивый и вроде ничего тут обидного и не было, но какая трагедия разыгралась после этого. Как приходили люди, как подбирали своих чат, где голова, где кишки, где языки. Два людоеда выскочили и разорвали этих насмешников. Самое тяжелое посмеяние это от детей. Ханский грех, когда Ной проклял Ханаана. Появился черный контингент. Континент. Континент. Что особенного? Если смешно, что старик разделся и лежит как артист, голый и руки по сторонам, да отодрать бы еще можно было мальчишку. Но проклясть на 50 веков вперед, это уж слишком. Но Бог утвердил этот приговор старика. Вот так смех над духовным отцом он делает этих насмешников черными, и они похожи на эфиопов. Притчи. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Дороги своих детей, воспитывая в строгости, научи сына почтению к себе, к священнику, к учителю. Самое главное сегодня надеть узду на детей. И об этом должны думать в первую очередь родители, как и закон гласит. Думаю о местной школе. Если нет духовного состояния у родителей, то смысла в том, что есть школа, не вижу. И она должна закончиться годом раньше, годом позже. Дети неразвитые и им духовное не нужно. Да какой же смысл было ехать сюда? В лагере у нас из-под контроля ситуация никогда не выходила. Хотя было время, когда находилось 110 человек сразу. Из-под контроля. И главное это молитва и всегда занятие по слову Божию. И всегда дисциплина и устав были в почтении. Первые две недели еще наказываешь, а потом наказание почти нет. А для острастки еще стражиться нужно иногда. Если родители не смотрят, как их дети относятся к Божественному, тогда учитель не сможет довести до нужной кондиции. Родители должны строжайше взыскивать за все дерзости ученика. И все замечания учителя нужно дома обсуждать и выполнять. В школе есть наиважнейший труд для ребенка. Не давай ему есть. Что хочешь делай, но сломай этот стереотип вольности и непокорства. Иначе его будут убивать в милиции, в лагере для заключенных, в армии. Два ему первые четкие границы знакомого Божественного и Государственного. Как же так, уже в третьем классе и не умеют читать? Разве родители не видят этого? Раньше если человек четыре класса оканчивал это уже мог быть волосным писарем. Волосным районным. Просмеялись, пробегали и теперь пожинаем слезы. Приджи. Наказывай сына твоего и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Приджи. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно не страшай зла. Нужно учиться смеяться над атеизмом. И когда представится возможность разговаривать с бывшими коммунистами, то покажите им, что они посели в стране, какой мерзости столкнули и людей. Высмерть нужно все их учения, обещания и дела. Посмотрите фильм и опять окаянные дни в России. Более чудовищной, более циничной, более омерзительной власти мир не знал. Им нужно полный счет представить за уничтожение нации. Они еще хорохорятся и решают, кому из нас сходить на свободе Иеремия. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Потяготеющую на мне рукою твоей я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. В Евангелии дается полный расклад, что будет с теми, кто ныне в веселье пребывает Лука. Горе вам пресыщенное ныне, ибо взалшите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете и повозрыдаете. В этой жизни ничего не поняли и над всем смеялись и издевались. Псалом 72. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Когда читаешь жития святых, то там всегда показывается, как святые в открытую смеялись над бесами, и демоны в ужас приходили от этого смеха. Пока это не читаешь жития, то думаешь, что бесы это как бы отвлеченное понятие зла. Но эти существа капризные. Телефон. Говори. Ну все, с Богом. Благодарю. Мне не стало получше, поставили укол, отправили домой. Слава Христа. Не нажал вырву. Так. Но эти существа капризные, завистливые, обидчивые, с претензиями, трепещут смеха. Бемоны. Боятся, когда над ними смеешься. 16 января. Спевсип, мы решили посмеяться над вашим безумием, сказали ученики правителю. Кто сказал? А мученики. А я буквы М-то не... Да я слепой, не вижу, я вижу, что неправильно считаешь. Давай. 6 марта. Конан, сын, смеялся, что мучители так плохо разожгли котел, что он не может в нем согреться. 10 марта. Кадрат. Его мучает, а он говорит, ложи это мягче ваших ожесточенных сердец. 11 марта. Пионий. Мучает Савину, но она улыбнулась. Судья, да смеешься, вот отведу тебя в дом блуда. 16 апреля. Агапия. Егемон Дулкиций сажи вымазал вся в поварне. Когда его бес мучил, смеялись все. 3 марта. Майя Мавра. Егемон. Возьми от самого вязанку дров. Вязанку дров. Вязанку. Вязанку. Это кофта вязаная. А вязанка это дрова. 15 июля. Вид. Уже в кипящем котле он смеется над мучителями. Мыло надлежал бы принести. 18 июня. Памва. Известно было людям и бесам, что он никогда не улыбался. Бесы поставили задачу. Во что бы это ни стало рассмешить этого аву. И вот они целой бесовской толпой тянут на веревке одну пушинку и кричат перед Фамой помогите, помогите, как тяжело. И он улыбнулся. Они радостно кричат рассмешили, рассмешили. Он же сказал я смеюсь над вашим бессилием. Одну единственную пушинку целой толпой не можете утащить. И бесы с горем исчезли. 21 июля Симеон Еродиевый Нищим он говорил хотите я вас рассмешу? Еврей работал с склянками наливая в них снадобья. Он перекрестил и склянки все разлетелись. 23 июля Аполлинарий смеялся над идолами. Сколько серебра на них потратили? Сколько можно было бы накормить за это серебро? 10 августа Лаврентий Вы испекли уже одну сторону мне поверните на другую то уже можно есть. 1 сентября Киприан Киевский научал воздерживаться от смехотворства. 19 сентября Саватий поносил богов и смеялся над ними. 12 октября Мартин Милостивый смеющимся гневающимся не видели его. 1 ноября Филипп Андорский никогда не смеялся. 11 ноября Викентий мучим будущий смеялся над мучителями от Матфея и сплечь и венец и стерна и возложили ему на голову и дали ему правую руку трость и становясь перед ним на колени насмехались над ним говоря радуйся царь иудейский такие солидные люди и так и как несерьезно вели себя по отношению узника 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 Прямо заглатываешь слова Ну хорошо смеется тот кто смеется последним последний победитель будет издавать торжествующий глаз как шум вод многих Лука и стоял народ и смотрел насмехались же вместе с ними и начальники говоря других спасал пусть спасет себя самого если он Христос избранный Божий все люди будут отвечать за все что сделали в жизни но люди смеются над этими словами верующих деяния услышав воскресенье мертвых одни насмехались а другие говорили об этом послушай тебя в другое время даже над духом святым смеялись невежды деяния а иные насмехались говорили они напили сладкого вина когда у человека горе то постарайся понять его и посочувствовать ему радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими Сирахов не насмехайся над человеком находящимся в горести души его ибо есть смиряющий и возвышающий Сирахов своими угощениями он будет пристыжать тебя доколе два или три раза ограбив тебя не насмеется наконец над тобою будь осторожен и весьма внимателен ибо ты ходишь с падением твоим дружбу с кем заводить ты сам смотри и советуйся с умными и знающими людей иначе у тебя будут брать без задачи и еще надсмеются что ты такой простафиля знаю что есть и тут уже люди которые говорили ну что тут я нашел зачем приехал тут такие люди что каждый на себя одеяло тянет я им добро делаю а они против меня даже что-то говорили о таких людях писание предупреждает что они сами себя выставили на поругание этими словами Сирахов глупый говорит нет у меня друга и нет благодарности за мои благодеяния съедающие хлеб мое листивый языком как часто и сколь многие будут насмехаться над ним жил и был в обществе верующих и никто не приходил к тебе не приобрел себе друзей если вы друг к другу приходите и советуетесь в гости обедаете вместе и вечера проводят вместе то это не о родственниках только говорится у этого человека все на взводе что вокруг него такие только здесь то недостаточно чтобы с ним водить дружбу он так и объясняет это Серахов насмешливый друг тоже что ярый конь который под всяким седоком ржет иногда человек насмехается не словами а знаками подмигивает и это тоже не приближает тебя к другим кто делает не искренно а только для самоутешения себя или на показ то это вызывает смех Серахов кто приносит жертву от неправедного стяжания того приношения насмешливое и дары беззаконных неблагоугодны наворовал а теперь в храм на свечку принес ты и рубля салтырь с лицемерными насмешниками скрижетали на меня зубами своими смешинка в рот попала смех беспричинный признак дурачины смех и грех пустосмешия если уже начал здесь строиться то до конца ты должен все довести лука дабы когда положит основание и невозможность совершить все видящие не стали смеяться над ним как относиться к юмору я уже напоминал о путешественнике Бушуеве из Санкт-Петербурга до Владивостока и когда его спросили какое ваше качество в характере помогло вам более всего он ответил юмор и арестовывали не раз дорогой но юмор помог сгладить все углы а если бы по старообрячески надулся но так и сидел бы до нового переворота юмором обладал даже самый грозный пророк Илья любимец старообрядцев валовы жрецы уже проиграли в этом марафоне но продолжали трудиться в кавычках чтобы не извести огонь с неба Третье царство в полдень Илья стал смеяться над ними и говорил кричите громким голосом ибо он бог может быть он задумался или занят чем-либо или в дороге а может быть и спит так он проснется и стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копами так что кровь лилась по ним как умно поддевал их Илья и святые умели бы насмеяться над язычниками и над злом и если Ленин живее всех живых этот труп смердящий то какие же эти ходящие мертвецы и разбойники коммунисты есть люди которые любят шептать за углами и поднимают на смех Сираха не шути с невеждою чтобы не подверглись бесчестью твои предки Сираха не дозволяй себе говорить с ним как с равным тебе и не верь слишком многим словам его ибо долгим разговором он будет искушать тебя и как бы шутя изведывать тебя прище как притворяющийся помешанным бросает огонь стрелы и смерть так человек который коварно вредит другу своему и потом говорит я только пошутил сейчас многим трудно в стране но юмор шутки так и сыплюсь в газетах и везде это говорит о том что жизнь еще есть все это наличие жизненной энергии самосохраняющей человека в беде где нет шутки вообще нет юмора вообще нет разрядки там только гниение и злоба и осуждение всех и вся и обида на всех и ревность ко всем бог сам посмеивается и ремея и сделает город сей ужасом и посмеянием каждый проходящий через него изумится и посвящит смотря на все язвы его часто надо мной смеялись что я верующий и говорили какую бы пользу принести могли если бы были с нами а так вы бродите по болоту религиозному и ремея ибо лишь только начну говорить я крещу о насилии вопию о разорении потому что слово господне обратилось поношение мне и повседневное посмеяние сейчас мы свободны но всегда ли так будет не снова ли готовы уже гонения и ремея и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных по руганию в притчу по смеянию и проклятию во всех местах куда я изгоню их иногда обстановка крайне напряженная но одно слово и разрядка наступила сразу же насмешник же легко превращается в циника и как мне удалось узнать эти люди самые непригодные для евангельского труда они надо всем смеются над всем издеваются злобно разглашают клевету говорят свысока из всех отступников самым безнадежным был старков слава его цинизм насмешка у него беспокаянное состояние все на этом тоже не закончено видно пока так